Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шельгина представляет видеопрезентацию, посвященную городу Архангельску. Архангельск – город воинской славы. 5 декабря 2009 года указом президента Российской Федерации городу Архангельску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Была объявлена мобилизация. И уже 23 июня Архангельский горком ВКПБ рассмотрел итоги первого дня мобилизации в Красную армию. Мужчины уходили на фронт защищать свою родину. Оборона самого города была не менее важным участком деятельности государственных и общественных организаций. Десятки тысяч горожан были мобилизованы на оборонные работы. Создавались партизанские отряды – полярник, большевик, сталинец, которые отправлялись на Карельский фронт. Также создавались истребительные батальоны. С началом Великой Отечественной войны город Архангельск стал играть особое значение. Это был самый близкий к линии фронта свободный морской порт на Западе. 12 июля 1941 года в Москве были достигнуты экономические и политические договоренности. И состоялось подписание договора между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне против фашистской Германии. И 31 августа 1941 года в Архангельск пришел первый караван судов под флагами Великобритании. Он доставил в порт важнейшие стратегические грузы – военную технику, боеприпасы, снаряжение, продовольствие. И всего по программе «Ленд-Лиза» только союзный конвой доставили в СССР свыше 4 миллионов тонн крайне важных для страны стратегических грузов. Обеспечивали безопасность караванов – корабли Беломорской военной флотилии. На передовой оказались моряки, которые подчас ценой своей жизни обеспечивали защиту караванов судов от нападений противника. Арктические комбои стали синонимом мужества и стойкости в сражениях, где холод полярных широт, льды и штормы приумножали ужасы войны. Вклад города Архангельска в достижении победы определяется не только участием жителей города в боевых действиях. Весьма весомы их трудовые свершения. За короткий срок экономика города была перестроена на военный лад. Основной рабочей силой на предприятиях стали женщины, подростки и старики, которые заменили тысячи ушедших на фронт рабочих. Судоремонтные заводы и судоверфи Архангельска для обеспечения непрерывной работы судов Северного флота в круглосуточном режиме ремонтировали и возвращали в строй боевые и торговые корабли. Наряду с основной деятельностью судоремонтники Архангельска выполняли специальные правительственные заказы по производству бронированных аэросаней, корпусов мин, бомб, гранат. Лесопильные заводы, помимо изготовления пиломатериалов, получили срочные заказы на изготовление лыж, саней, аэродромного и инженерного оборудования. Труженики лесной промышленности дали стране более 25 миллионов кубометров драгесины. Изготовили большое количество саней и балакуш, лыжных заготовок и многого другого. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности освоили выпуск пороховой целлюлозы из специальных сортов бумаги. Учеными города Архангельска были совершены ряд открытий, имеющие огромное значение. Создана горючая жидкость для уничтожения танков противника. Была создана специальная паста, предупреждающая обмерзании и запотевании оптических приборов. Был выработан антибиотик, неочищенный пенициллин и был создан хвойный витаминный экстракт против цинги. В военное время в Архангельске были развернуты госпитали для раненых Карельского фронта. Они размещались прежде всего в зданиях школ Архангельска. И об этом нам напоминают мемориальные таблички на зданиях школ. К концу первого года войны в Архангельске действовало порядка 31 госпиталя. Начальниками госпиталей, старшими хирургами работали многие выпускники Архангельского медицинского института. И за годы войны архангельские медики могли вернуть в строй большое количество бойцов и командиров. В детских учреждениях была организована подготовка подарков. Сбор помощи для бойцов Красной Армии, что тоже поднимало боевую ду. Оказывалось, помощь семьям военнослужащих, сбор средств на оборону, сбор средств на вооружение Красной Армии. Не остались в стороне и селяне. За военные годы они отправили на фронт тысячи тонн зерна, картофеля, мяса, молока. На передовую ушли несколько тысяч тонн рыбы тралового флота. Архангельская область, работая на жизнеобеспечении фронта, сама страдала от слабого снабжения. Было тяжелое продовольственное положение. Те, кто работал на заводах, получали по 800 грамм хлеба. Те, кто работал в школах, садах, библиотеках – по 400. Но было время, когда норма хлеба составляла по 125-200 граммов хлеба в день, как в блокадном Ленинграде. Архангельск был вторым после Ленинграда городом в СССР по смертности от голода. Несмотря на то, что через его порт проходили тысячи тонн продовольствия, импортируемого по Ландлизу. И в это тяжелое время выжить многим северянам помогли морские животные, прежде всего тюлени. Добытые мясо, жир, шкура северных животных спасли от голодной смерти и от холода тысячи архангелогородцев. И в 2010 году в Архангельске на набережной Северной Двины был открыт памятник – памятник тюлению-спасителю. Голод был не единственной угрозой для жизни северян. С осени 1942 года фашистская авиация стала совершать налеты на Архангельск. И в результате налетов и бомбежек сгорело более ста жилых домов. Было много погибших и раненых. Высокий вклад внес Архангельск в достижение великой победы. Каждый третий призванный в армию горожанин. Каждый десятый житель предвоенного Архангельска не вернулся с фронта. С 1941 по 1944 год в городе умерло 38 тысяч жителей. Из них половину пришлось на голодный и цинготный 1942 год. Жизнь у каждого пятого жителя города заплатил Архангельск за своевременно направленные на фронт грузы, за построенные и отремонтированные корабли, за лес, целлюлозу, рыбу. Все то, что Архангельск мог дать стране для достижения великой победы. За заслуги в годы Великой Отечественной войны город Архангельск в 1984 году был награжден орденом Ленина. А 4 мая 1985 года Архангельский морской торговый порт награжден орденом Отечественной войны первой степени. 9 мая 1969 года в городе Архангельский на площади Мира состоялось торжественное открытие монумента Победы. Основной частью монумента является остроконечная стелла, олицетворяющая склоненное знамя. Возле стены в почетном карауле застыли отлитые из бронзы фигуры защитников Родины – моряка, женщины, воина и солдаты. И в арке, пронизывающей основание стеллы, установлена бронзовая чаша, в которой горит вечный огонь славы, огонь памяти героев, отдавшись жизнь за Отечеством. 31 августа 2011 года на набережной Северной Двины была открыта стелла – город воинской славы. И уникальной особенностью этой стеллы является наличие на постаменте символических носовых частей кораблей в знак того, что Архангельск считается городом морской славы России. Наш Архангельск заслуженно имя несет. Он теперь город воинской славы. Город наш заслужил себе вечный почет за спасение великой державы. Наш Архангельск заслуженно имя несет. Он теперь город воинской славы. Город наш заслужил себе вечный почет за спасение великой державы.